друзья помните я показывал про метаба тоже вот еще один момент связанный с метаба вот этот еще один предмет тоже симпатичной коробочки такой да это фонарь налобный налобный фонарик да вот я вот сейчас достану но я сразу говорю что мне он пришелся не совсем по душе он как бы сделан абсолютно тоже шикарно вот шикарно у меня просто есть чем сравнивать да то есть это он легенький на лбу тут нормально лупит свет у него достаточно серьезно вот и у него вот увеличится вот так вот у меня видите приближение папа сейчас это это вот отщелкивается вот это положение вверх-вниз то есть на лбу да и защелкивается в вот в эту нишу что мне как раз и не очень-то и понравилось да это первый момент и ну как бы сделано прекрасно да но вот он лупит тоже что шальной конечно сейчас может здесь где-нибудь сейчас посмотрим то есть его очень вот смотрите в точку и вот россии вот то есть хорошо он светит и вот второе положение вообще ярко ярко лупит и мерцание у него есть еще стробоскоп вот вот три положения в нем так сейчас вот он что мне не понравилось он хороший я сразу говорю сразу хороший мне просто он не понравился тем что его не удобно одевать сразу на лоб быстро вот у него вот такой вот есть провод вдоль ремешка от фонаря вот в этот блок в котором батарейки этот блок на затылке лежит да вот а это по центру головы зачем лямка вот и когда он одет на лбу то есть чтобы его поправить вот сам целиком тут как бы я рукой не не могу его нащупать и приходится завет хватать и поправлять и когда поправляешь вот так раз отщелкивается и потом обратно его защелкиваешь да как-то страшновато ну как чересчур нежно но в то же время ну кнопка у него прекрасно это щелкает вот достаточно такой ну я не буду камеру светить да вот но светит ну просто суперский конечно вот яркость увеличивается это мерцание да и плюс у него вот этот шнур и шнур а лямки вот эти они у него у этого фонаря постоянно нужно их расправлять расправляем вот я сейчас покажу с чем я сравниваю да сравниваю с абсолютно наидешевейшим фонарем но очень кстати удачным сейчас я покажу секундочку вот второй фонарем покрупнее да ну не нас не намного конечно он крупнее но это даже можно сказать и преимущество потому что вот он во первых он заряжается от от розетки шипа шнуром вот вот так вот таким проводом с таким вот такой вход то есть он сюда подсоединяется и его можно в розеточку зарядить приспокойненько никель-кадмиевая там батарея правда но не литий-ионная но все равно это хорошо даже в то что не литий-ионная потому что на морозе литий-ионная разряд разряжается просто моментально и вот что у нее у нее вот тут вот мне нравится четко фиксирование вот это на лбу остается а вот это получается щелкает ну с тремя положениями и он он конечно не такой яркий да вот у него несколько диодов да ну тоже он достаточно для того чтобы светить вот второй плане тоже яркость вот тут вот кнопочка когда заряжается здесь диод говорит красный означает и вот у него что удобно у него нет затылочного вот этого блока и вот эти ремешки вот он свободненький его быстро одел и быстро расправил на голове и это вот немаловажный фактор вот для использования быстрого да и получается что вот этот мне больше душе пришелся за 250 рублей фонарь вот значит как он называется ультрафлэш какая-то марка но это российская марка тоже по размеру скупают это все в китае под своим брендом а это вот целая целая история с этим фонарем пока оденешь и поэтому я его не так часто использую его проще конечно взять куда-нибудь наверное на рыбалку одеть один раз и не снимать с шапки там вот он легкий легкий а вот это заднее ну я не чувствую и вот провод вот этот вот странно как-то его ну он постоянно поправлять приходится выравнивать чтобы вдоль вдоль видите как он вот и как мне ну лишнее на голове вот что-то делать когда есть дискомфорт бейсболка там кепка это понятно да шапка еще и вот этого но лупит лупит как фара в туман прямо аж прям показывает луч дальность луча три квартала можно осветить осветить ну если ориентироваться по городу да там ну по темным по темным улицам да в лесу если да вот или на на объекте где-то для электрика конечно полезно будет электрику будет полезные вот так что я вот как бы отдаю предпочтение вот этому но вот прет в то что вот это конечно метабо метабо вот и вот у него здесь смотрите ну как бы все грамотно все сделано да но вот это вот сейчас она на лбу то есть ну не знаю не широко как там в одну точку давит и вот и вот это вот так вот отщелкивается боюсь его вот так вот боюсь 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 его ну отломить на лбу когда вот он висит вот смотрите вот то есть видите у него такой вот как то не очень то мне эти и вот сюда его нужно в лоб вдавить чтоб он туда и иногда не дощелкиваешь на лбу и вот так остается висеть и вот так вот болтается а а его нужно дощелкивать туда и вот тут вот провод видите тоже естественно при частном использовании когда-то все это поломается вот такой вот фонарь так что тоже имейте ввиду вот хотел показать плюс к тому ножу и к тому фонарю который вот ручной ручной вообще вопросов нету спасибо большое что посмотрели думаю всем понятно стало с этим фонарем все вот ну фонарь неплохой неплохой не думайте что он плохой это хороший спасибо что посмотрели всем пока вот